Я приветствую вас на канале Мамина пекарня. Приготовим сегодня вкусные наваристые щи с квашеной капустой из свиной рульки. Свиную рульку я купила на рынке и попросила, чтобы мне ее разрубили на несколько частей. Так бульон сварится гораздо быстрее. Вместе с мясом в бульоне я сварю небольшой кусочек морковки, луковицу. Луковицу надрежьте крест-накрест и коренья от разной зелени. У меня здесь петрушка, зеленый лук. Все, что обычно выкидывается. Заливаем полностью водой и отправляем на плиту. После закипания снимем пену и добавим соль. Можно добавить несколько горошин душистого перца. Если квашеная капуста у вас слишком длинная, то измельчите ее ножом. Капусту отправляем обжариваться в растительном масле примерно на 20-30 минут до размягчения. При необходимости, если начинает пригорать, добавьте немного воды. А так на медленном огне томим ее под крышечкой с растительным маслом. Овощи для пассеровки нарежем соломкой. Продолжение следует... Морковку и лук обжариваем на растительном масле до мягкости. Пока все варится, парится, нарежем остальные ингредиенты. Чеснок Меня часто спрашивают, для чего я давлю ножом чеснок. Мне так удобнее его шинковать сразу весь скопом. Он не катается, никуда не денется. Ну и как говорят, что он по-особому раскрывает свой аромат. Если бы я шинковала целиком зубчики, то получаются пластины. А так выходит, что чеснок сразу нашинкован крошкой. То, что нам и нужно. Чеснок и зелень я буду добавлять в самом конце приготовления. Так как чеснок при долгой термической обработке теряет свои свойства и аромат. Лучше всего добавить его в самом конце и и настоять под крышкой. Нарежем один помидор. Помельче кубиком. И отправим его к луку и морковке. Как раз таки они уже у меня прожарились до полуготовности. Видно, что у меня готовится все и сразу. Сейчас уже пришла пора снимать вену. Капустка пока обходится без добавления воды. На тихом огне тушится под крышкой. Добавляем в пассированные овощи нарезанный помидор. Одну чайную ложку острой грузинской аджики и не придется добавлять перец. И две столовые ложки томатной пасты. Все перемешиваем и немножечко протушим. С бульона я сняла пену и запускаю сюда картофель целиком. Оставляем все вариться. Картофель до готовности. Пассерованные овощи уже можно выключать, они готовы. А капустку потушим до полной готовности, до мягкости. Чуть не забыла, в бульон добавим одну столовую ложку соли. Картошка сварилась, нужно ее достать из бульона. Мясо продолжаем варить. Картофель для щи просто разминаем вилочкой, пока он горячий. Это будут очень интересные по консистенции и по вкусу щи. И оставляем в стороне. Самое долгое это дождаться, пока сварится мясная рулька. Наконец-то рулька сварилась. Вытаскиваем ее из бульона и остужаем. Наваристый золотистый бульон готов. От него идет запах холодца. И мы начинаем по очереди отправлять туда готовую квашеную капусту. Пассерованные овощи. Напомню, здесь у нас помидор, морковка, лук, грузинская аджика и томатная паста. Грузинская аджика очень острая, поэтому перец я не буду добавлять. И тем более бульон у меня варился с перцем горошком. Мятую картошку отправляем сюда же. Зеленый лук, петрушку и чеснок. Осталось только разобрать отварное мясо. Отправляем мясо без косточек обратно в суп. Солить больше не будем. Достаточно было той столовой ложки. И квашная капуста тоже придала соленый пикантный вкус. Из специй я добавлю хмели-сунели и паприку. Накрываем крышкой и буквально 5 минут под крышкой. И оставляем настояться. Я признаюсь честно, что вкуснее щей я не пробовала. И картошка, приготовленная таким способом, дает особую консистенцию и вносит свой колорит. Квашеная капуста делает щи ядреными, остренькими. Ну и бульон из руки, по-моему он самый вкусный. Или может мне так кажется, потому что я очень люблю холодец. И этот рецепт я очень рекомендую к приготовлению. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и не забывайте оставлять комментарии. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok